Здравствуйте! Тема моей сегодняшней презентации это опухоль спинного мозга, классификация, клиника и лечение. Опухоли спинного мозга это новообразование первичного и метастатического характера, локализующиеся в околоспинномозговом пространстве, оболочках или веществе спинного мозга. Они могут быть доброкачественными или злокачественными. Опухоли спинного мозга составляют 10-15% от всех опухолей в центральной нервной системе. Чаще выявляются у людей в возрасте 30-50 лет. По отношению к спинному мозгу и его оболочкам опухоли делят на интрамедулярные, то есть внутрипозвоночные, составляют около 20%. Они формируются из клеток мозгового вещества и растут внутри спинного мозга. И экстрамедулярные 52% располагаются возле спинного мозга, а именно над или под его твердой оболочкой, то есть экстрадурально или интрадурально. Вот картинка в зависимости от локализации опухоли и как это выглядит на рентгене. Клиника. Наиболее частый и ранний симптом спинальных опухолей – это боль. Она наблюдается в 70% случаев. Боль носит локальный характер, однако может радиировать по уходу пораженного корешка. В положении лежа он обычно усиливается. Как правило, боль длительная. Поражается нервный корешок в два этапа. Первый этап – это фаза раздражения, то есть несильное сдавливание окончания и отсутствие проблем с кровоснабжением. И вторая – это фаза выпадения. Корешок сдавлен так, что перестает функционировать. Выделяют три синдрома, характерные для опухоли спинного мозга. Первый – это корешковый, болевая симптоматика, усиливающаяся при принятии положения лежа и действиях, которые повышают внутрепрюшное давление и снижающиеся в положении сидя. Частичное выпадение всех видов сенсорного восприятия. Далее – это половинное поражение поперечника. Пока тут происходит сбои сенсорного восприятия, ухудшение чувствительности мышц и суставов, снижение болевого порога, порезы областей, расположенных ниже опухоли. И полное поперечное поражение – это порезы конечностей, расположенных ниже уровня опухоли и отсутствие чувствительности мышц и суставов. Также нарушение функции таза. Прогнозы после выявления симптомов опухоли спинного мозга могут быть наиболее решительными в случае правильного лечения. И оно подразумевает операцию по удалению патологических тканей. Если невозможно это сделать полностью, производится удаление как можно большего участка опухоли без затрагивания спинного мозга. Радио- и химиотерапия, медикаментозное лечение после операции для восстановления кровоснабжения. Стоит сказать, что прогноз по избавлению от доброкачественных опухолей, замеченных на ранних стадиях, будет самым утешительным, а со злокачественными образованиями ситуация обстоит уже хуже. При метастазировании в позвоночник с издавлением спинного мозга операция может быть произведена только при одиночном метастазе с последующим лучевым лечением и химиотерапией. Спасибо за внимание. Отличный лаконичный доклад, который указал все стадии опухолевого процесса в спинном мозге. Хочу вам сказать одну особенность, что корешковую фазу, корешковое первое начало клинических проявлений опухоли спинного мозга можно спутать с болями другой локализации. То есть могут быть кардиологии, и пациент попадает к кардиологу и начинает обследовать зону сердца. Или абдоминологии, например, панкреатит, он попадает в хирургическое отделение. И когда, собственно, наступает вторая фаза, то есть появляется очаговая симптоматика поражения половины или полного поперечника спинного мозга, уже приглашается нейропатолог, делается нейроризуализация, диагноз ставится. И если эта опухоль экстрамедулярная, она очень благоприятно оперируется. Интрамедулярная гораздо сложнее, но все равно нейрохирурги могут ее прооперировать. А мы с вами можем, зная закон эксцентричного расположения проводников, закон Аюрбаха-Флатау, можем довольно быстро понять, то есть был восходящий или нисходящий тип порезов и чувствительных расстройств, понять, где находится опухоль. Экстрамедулярный относительно благоприятный прогноз и интрамедулярный неблагоприятный прогноз для заболевания. Спасибо. Следующий.